С окончанием отопительного сезона работы у сотрудников Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей не становится меньше. Сразу начинается подготовка к следующей зиме. Подготовку мы начали еще тогда, когда на улицах лежал снег. Закончился ответственный период, сейчас он наступил у нас и проходит не менее ответственный. Это период подготовки к следующему отопительному сезону. В общем-то, наша деятельность делится на две части. Это прохождение отопительного сезона, обеспечение качественным теплоснабжением города, гаражам наших. Второй этап – это подготовка к следующему отопительному сезону. Сегодня в разгаре ремонтной кампании мы проводим испытания нашего оборудования, наших тепловых сетей на прочность и плотность. Сейчас сотрудники теплосетей используют новую технологию, которая позволяет проводить необходимые испытания участками. Благодаря такой схеме действий не нужно массово отключать горячую воду во всем городе. У нас по городу есть точки, на которых подключается эта установка. Вот этими шлангами подключаем ее. Там такие же разъемы есть, все подключается. Заводим и нагнетаем давление. Она нагнетает атмосфер 26 примерно. Но это мощность ее как бы по паспорту. А так давим там 9-10. Проверка происходит по окончании отопительного сезона, начинается и заканчивается в августе месяце, в начале августа, чтобы пустить горячую воду, дать 1 сентября. В принципе, она не отключает сейчас же, как раньше мы отключали, когда снова в Рязанской ТЭТСе прессовали. А эта установка, она дает возможность вот так. Конечно, неудобства у населения все равно возникают, ведь на пару недель каждый оказывается без горячей воды. Но подобные неприятности минимизированы, насколько это возможно в современных условиях. Мы обращаемся к горожанам, просим с пониманием отнестись к этому. Это меры вынуждены. Мы со своей стороны стараемся минимизировать все вот эти вот неудобства для горожан. Скоро это завершится, и, в общем-то, горячее водоснабжение в городе будет восстановлено полным. Помимо профилактических работ, сотрудники теплосетей также устраняют крупные неполадки. К таковым относится, например, аварийный участок на площади Победы. Сети стареют, да, есть ненадежные участки. Мы посредством испытаний, проводимых сегодня, конечно, эти участки выявляем, устраняем. Площадь Победы – это очень ответственный узел, это напряженные коммуникации. Поэтому принято решение этот узел в этом году модернизировать. И те работы, которые мы планировали проводить со следующей недели, ну, по объективным причинам, ну, прошла информация, уведомление граждан, что со следующей недели будет ограничение движения, но по объективным причинам эти отключения переносятся на неделю. И мы еще раз уведомляем наших граждан, что эти отключения произойдут на несколько позже, недели позже. С 1 июля ожидается повышение тарифов, принято еще в конце прошлого года. Но повышение это не безосновательно. Оно связано с ростом стоимости материалов и энергоносителей. Мы как бы на этапе в этой цепочке считаем последней, потому что последняя – это коммунальная услуга, то есть в этой цепочке. А первая в цепочке стоит, конечно же, это покупка энергоносителей, это производство тепловой энергии, доставка тепловой энергии, ну а потом преобразование тепловой энергии в коммунальную услуги. Стоит помнить, своевременная оплата – залог качественной и быстрой работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Как говорится, готовь сани летом. И чтобы не оказаться в неприятной ситуации в холодное время года, лучше не накапливать задолженности до осени, а платить сейчас, когда средства нужны для выполнения профилактических работ.